Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, настоящее сообщение посвящено демонстрации клинических случаев опухоли сердца. Опухоли сердца – это очень редкая патология. Чаще наблюдаются доброкачественные опухоли, нежели чем злокачественные. И среди злокачественных опухолей в 25 раз чаще наблюдаются метастазы, чем первичные опухоли. В клинической практике чаще мы сталкиваемся с миксомами сердца. Среди злокачественных опухолей на первом месте метастазы, на втором месте ангиосаркома. Клиническая картина опухоли сердца в первую очередь обусловлена их локализацией, размерами, глубиной инвазии в сердечную мышцу, прорастанием в перекар, органы средостения, наличием отдаленных метастазов и также эмболическими осложнениями. Чаще проявляются опухоли сердца симптомами сердечной недостаточности, нарушениями ритмопроводимости, естественно, симптомами пороков сердца, если опухоли локализуются рядом с клапанами, системными эмболиями, не только за счет опухолевых эмболов, но и за счет тромбов, и симптомы, связанные с локализацией отдаленных метастазов. В настоящее время применяются разные методы анатомической визуализации опухоли сердца. Среди них есть и гибридные технологии, которые дают нам представление не только об анатомии, но и о метаболическом статусе опухоли. Но все-таки на первом месте, конечно же, вернее, не то, что на первом месте, а главным методом верификации опухоли сердца является гистологическое исследование биопсийного материала, который не всегда легко достать. Некоторые опухоли локализованы таким образом, что проведение стандартной эндомиокардиальной биопсии не дает нам успешных результатов. Среди лучевых признаков злокачественного образования это и захват контрастного вещества, высокая чувствительность, и на лечении экрозы очень высокая специфичность. Но оптимальное соотношение показателей чувствительности и специфичности это, конечно, гиперметаболизм глюкозы в опухолевой ткани. И цель настоящего сообщения – это демонстрация возможности ПЭТКТ в идентификации опухолей сердца. Первый случай – это молодой мальчик, 15 лет. Клиническая картина представлена на данном слайде, и на эхокардиографии у него обнаружили образование в полости правого предсердия. Наличие образования также было подтверждено по данным МРТ. И на ПЭТКТ пациент был направлен с целью, во-первых, дифференциальной диагностики злокачественного или доброкачественного характера опухоли, но уже на лечении экрозы по МРТ подтверждала злокачественность этой опухоли. Кроме того, ПЭТКТ было выполнено с целью стадирования опухолевого процесса. На данном слайде представлены данные ПЭТКТ, большое опухолевое образование в полости правого предсердия, гистологический макропрепарат. Гистологическое исследование позволило идентифицировать ангиосаркому. Кроме того, был выявлен очаг патологического накопления в печени, обратите внимание, он очень маленького размера, однако накопление радиофармпрепарата очень высокое. И множественное образование в легких, которые мы, в общем, трактовали как метастазы, хотя повышенное накопление мы наблюдали только в одном случае. То оно было, так скажем, деликатно повышенным. По данным аутопсии было установлено, что это образование, которое умеренно накопляло радиофармпрепарат, оказалось, в общем-то, очагом воспаления, а все выявленные малого размера очаги оказались очагами эмболии. То есть в данном случае метод ПЭТ-КТ не позволил нам четко дифференцировать данный процесс. Следующий клинический случай – это пациентка с недифференцированной плеоморфной саркомой. Поступила она в центр Алмазова, в принципе, с клиникой острого коронарного синдрома. Лишь на эхокардиографии обратили внимание, что у пациентки есть образование в сердце. Образование было хирургически удалено, и на экспресс-биопсии установлено, что это саркома, а не миксома, которую подозревали до оперативного вмешательства. Пациентка была направлена в онкологический диспансер, в течение года наблюдалась, и через год у нее появляются жалобы неврологического характера. На КТ головного мозга обнаружено образование правой теменной доли, выполнена операция, и удаление опухоли показало, что это метастаз плеоморфной саркомы. Пациентка была направлена на исследование ПЭТ-КТ с метионином, который обнаружил еще один метастаз в головном мозге, и при исследовании с тортозокси-глюкозой выявлен локальный рецидив опухоли в месте оперативного вмешательства. Отрадно, что при исследовании ПЭТ-КТ головного мозга никакой патологической гиперфиксации в зоне объемного образования установлено не было. И сейчас буквально два случая, как выглядят доброкачественные опухоли. Миксома правого предсердия, отсутствие накопления радиофармпрепарата, и гемангиома межжелудочковой перегородки. Также видим фотопенический участок в области межжелудочковой перегородки. Таким образом, ПЭТ-КТ позволяет нам дифференцировать злокачественные и доброкачественные опухоли и определить стадию заболевания. А вот для диагностики метастазического поражения головного мозга не стоит давать предпочтение ПЭТ-СФДГ, а выполнять ПЭТ-КТ с метионином. Хочу поблагодарить своих коллег за предоставленный иллюстративный материал и поблагодарить вас за внимание. Аплодисменты. Уважаемые коллеги, здесь вы видите то, о чем сейчас пойдет речь. Как просили организаторы, никакой заинтересованности. Поскольку регламент нас поджимает, я не буду долго говорить про эпидемиологию. Это достаточно редкая патология, но тем не менее очень и очень агрессивная злокачественность. Ее распространенное течение может выстрелить достаточно быстро, регионарно, локорегионарно и отдаленные гистологии, клинической классификации. Также все это влияет на прогноз, но не сильно влияет на тактику лечения. Вот вы видите, что в зависимости от стадии, чем выше стадии, тем хуже прогноз. Вы видите, что выживаемость снижается очень и очень быстро. Поэтому, конечно, нужно как можно раньше выявлять, как можно быстрее лечить, удалять, проводить химиотерапию. Но, к сожалению, методы лечения сейчас достаточно условные. И, конечно, очень многие пациенты, даже после удаления первичной опухоли, резистентной к дальнейшей терапии, в основном это химиотерапия, даже при негативной повторной операции, рецидив все равно возникает достаточно часто, порядка 50%. Что же делать с остальными 50%? Мы попытались ответить на этот вопрос. Ну, не только мы, конечно, но мы приняли участие. Тогда я просто сначала скажу устно, что сейчас появилось новое направление, так называемая таргетная терапия, и какова роль этой таргетной терапии, вернее, роль ядерной медицины в прогнозировании, в планировании таргетной терапии. Сейчас об этом постараюсь немножко сказать. Существуют такие структуры, как фалатные рецепторы, которые очень активно экспрессируются при раке яичников. Новое направление, о чем я уже сказал. И вы видите, что они экспрессируются более чем 95% случаев рака яичников. Таким образом можно на них ориентироваться. Что такое фалатные рецепторы, я думаю, вы можете потом узнать из Википедии. И в настоящее время уже разработано несколько препаратов для именно такой вот таргетной, нельзя сказать, химиотерапии, хотя, конечно, они вмешиваются в какие-то биологические цепочки, но, тем не менее, не так сильно, как все остальные яды, которые используют наши онкологи. Традиционным методом является, конечно, иммуногистохимический, но когда удаляется первичная опухоль, статус иммуногистохимический может быть совершенно иным, чем после проведенного лечения. И таким образом, спустя какое-то время после операции, после проведенных курсов химиотерапии, мы имеем дело совсем с другим заболеванием, и как оценить, как опираться на те данные, которые мы получаем от первичного блока, который взят после операции. Поэтому нам нужны методы инвива, экстемпера, диагностики того заболевания, которое мы планируем лечить. В начале диагностические исследования перед применением терапевтического препарата мы использовали аффект сканирования и обработку данных с использованием препарата меченого технеции. Условное название ЕЦ-20 – это препарат, который избирательно накапливается в фалатных рецептрах опухоли. И мы пытались оценить, насколько коррелируют результаты сканирования с ответом на последующую терапию уже терапевтическим агентам. Было обследовано изначально 22 пациентки с этим диагнозом. Независимо от характера поглощения, там был и диффузный, и диффузный очаговый. Различная классификация была плюс-минус. То есть, было накопление или не было. После окончания терапии с помощью ЕЦ-145 терапевтического агента были присвоены баллы. После завершения исследования ретроспективный анализ позволил распределить всех пациенток на три группы, когда 100% ранее выявленных опухолевых очагов накапливали ЕЦ-20. Диагностический агент мечной техниции накапливали от 1, условно, до 99%, то есть не 100%, и когда они не накапливали вовсе. И на основании критериев РЕЦИСТ общий ответ в когорте пациенток и скорость контроля над опухолью сравнивали между этими тремя группами. В общей сложности мы оценили среди 22 пациенток 152 очага поражения. В группе с наибольшим накоплением имели наибольшую вероятность ответа по сравнению с теми, кто не накапливал. При РЕЦИСТ анализе отдельных пациентов повышение активности составляло более 50% в первой группе, которая была ЕЦ-2+, соответственно, 38 и 34. В подруппе пациенток, получавших менее интенсивное лечение, конечно, пациенток лечили не только ЕЦ-145, но также они получали и другие препараты, в частности, пигелированный доксорубицин, и другие препараты, контроль за заболеванием был осуществлен только в группе, которая экспрессировала максимальное количество фалатных рецепторов в 86% случаев, против 50% в промежуточной и неэффективно, когда не накапливался. И также общая выживаемость для подгруппы с максимальным накоплением по сравнению с группой промежуточной и не накапливающей было достаточно статистически достоверно. Поэтому результаты исследования показывают сильные тренды для большей выживаемости в том случае, если диагностический препарат, накапливающийся в фалатных рецепторах, имеет больший прогноз выживаемости. Еще один момент. В соответствии с анализом контроля за заболеванием, общий эффективный эффект подгруппы с максимальной экспрессией фалатных рецепторов составил 14%, что составило наибольший процент по сравнению с двумя группами, где этот показатель приближался к нулевому. Ну и, конечно, очень важно биохимическое подозрение на рецидив, на продолженный рост. Вы видите очень качественный, хороший маркер для рака яичников ЦССА-125. Вы видите, при повышении его уровня можно подозревать наличие рецидива метастазирования. Данные, представленные по той диаграмме, которая была на ведущем слайде, проводилось исследование пациентки с фтор-дезоксиглюкозой. Вы видите, при низком уровне СЕИ-25 практически нет накопления, и идет диссеминация и укропнение, увеличение активности очагов. И также исследование с диагностическим агентом ИЦ-20. Вот вы видите обширную диссеминацию по брюшине. Здесь вы видите это все на срезах. Вот еще один пример той же пациентки, рак яичников. И после операции химиотерапии мы видим и мезонтериальные, и забрюшинные лимфоузлы. Аналогичный пример. Сейчас уже не буду останавливаться подробно. Здесь помимо накопления брюшной полости, еще и надключичный лимфатический узел. То есть достаточно эффективная диагностика. И представленные результаты демонстрируют, что используемых вот таких направленных агентов на фалатные рецепторы определяют пациентов с данной патологией, которые наиболее вероятно смогут быть эффективно излечены с помощью таргетной терапии препаратов аналогичных ЕЦ-145. Уже получены предварительные данные положительного эффекта по данным КТ. К сожалению, мы не смогли отследить их с помощью диагностического ЕЦ-20. Ну и что хочется еще сказать, и почему я просил включить этот доклад в нашу секцию, что, учитывая метку технеции, мы можем ожидать, что РЕНИ-186 или 188 точно так же сядет на этот носитель, и мы сможем оказывать двойное воздействие, помимо действия неактивного агента, еще и осуществлять направленную лучевую терапию. Спасибо за внимание. Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, уважаемый президиум. Перейдем сразу к теме нашего доклада. Аффект КТ в диагностике распространенности опухолевого процесса у пациентов, у больных карциномой молочной железы. Значит, Аффект КТ – гибридный аппарат, который сочетает в себе однофотонную эмиссионную компьютерную томографию и спиральный рентгеновский компьютерный томограф. В нашем случае это 16-срезовая полноценная диагностическая компьютерная томографическая машина. Значит, особенности технологии Аффект КТ мы все хорошо знаем, но тем не менее высокое качество получаемых функциональных данных за счет коррекции аттенуации, точная анатомическая локализация функциональных процессов очагов нарушений и совместная оценка выявленных функциональных и рентгеноструктурных нарушений. Содержание доклада – это Аффект КТ в диагностике поражения региональных лимфатических узлов у больных карциномой молочной железы, диагностика поражения скелета и дополнительные возможности Аффект КТ. Значит, мы все хорошо знаем, что статус региональных лимфатических узлов влияет на прогноз и на тактику лечения больных. Например, по рекомендациям МЦСН-2014 вы видите, что в случае, если лимфатические узлы поражены, то комплексное лечение, включающее лучевую терапию, если же они не поражены, то возможно и отказаться, например, от лучевого лечения. Значит, мы посмотрели информативность различных методов в диагностике поражения лимфоузлов. Видите, что цифры достаточно разные. УЗИ плюс аспиростонная биопсия чувствительность – это был большой метаанализ от 25 до 97%, КТ чувствительность 48, специфичность 88. Наши коллеги из Томска дали чувствительность однофотонной эмиссионной томографии и с МИБи порядка 81-91%. МРТ без контрастирования вы тоже видите цифры. Что касается позитронной эмиссионной томографии, то здесь тоже общее является то, что специфичность достаточно высокая, а вот с чувствительностью непонятно. От 24 цифры варьируют до 82%. Ну и мы решили посмотреть, а какая же у нас будет информативность аффекта КТ с МИБи в диагностике поражения подмышечных лимфоузлов у больных корсономомолочной железы. Нами было обследовано 184 пациента, значит, средний возраст 56 лет, все пациенты клинические 0, видите, распределение по стадиям, в основном первая стадия до 20 мм опухоли. Результаты гистологических исследований – это была либо лимфодисекция, либо биопсия сигнальных лимфоузлов, видите, поражение у 34%, причем больше двух лимфоузлов было поражено у 14%, меньше или два лимфоузла у 20% обследованных больных. Здесь представлены основные параметры исследования. Хочу сказать только, что препарат вводили в вену на стопе, ну и время исследования занимало порядка 20-25 минут. Анализировали целый ряд количественных и качественных данных у пациентов, которые относились и к самим больным, и к биологическим характеристикам опухоли, и к данным компьютерной томографии, и к данным однофотонно-эмиссионной томографии. Ну и в процессе комплексного анализа полученных нами данных вот выявили показатели, позволяющие оценить риск поражения лимфоузлов. Они представлены перед вами на слайде. В конце концов, путем статистической обработки результата выяснили, что чувствительность аффекта КТС-МИБи в диагностике поражения лимфоузлов 85% специфичны 66%, а если мы говорим о поражении лимфоузлов больше 2%, то чувствительность возрастает у нас до 96%. Основные критерии N0, которые у нас оказались, это отсутствие изменений на компьютерной томографии, размер формы, структура, толщина кортикального слоя, и отсутствие повышенной фиксации радиофармпрепарата в лимфоузле. Основные критерии поражения у нас были, это увеличенные солидные лимфатические узлы больше 1 см, ну и, конечно, с гиперфиксацией радиофармпрепарата. Теперь, что касается метастатического поражения скелета, основные методы лучевой диагностики. Мы все хорошо знаем, креугольный камень остеосинтеграфии, низкая специфичность. И компьютерная томография или рентгенография, которые, наоборот, имеют высокую специфичность, но относительно низкую чувствительность. Понятно, что аффект КТ, в общем-то, даже теоретически видно, что обладает более высокой чувствительностью и высокой специфичностью. За счет чего? Во-первых, очень важна возможность точной анатомической локализации выявленных очагов при аффект КТ. Например, реберно-позвоночное сочленение. Вы видите, сустав, например, головки ребра и набугарка ребра. То есть это место, где чаще всего развиваются артрозы. И, допустим, корень дуги, поперечный отросток, шейка ребра, задний отрезок. То есть места, где чаще всего мы видим метастазы. Например, пример артроза. Видите, субхондральный склероз суставных поверхностей, активное накопление радиофармпрепарата. Это артроз. Еще одно наблюдение. Мы видим, что накопление радиофармпрепарата уже в шейке ребра. Это оказалось метастатическое поражение. Еще один пример метастатического поражения. Это литическая деструкция поперечного отростка. И мы видим еще классическое поражение корня дуги. Тоже литический метастаз. Возможно, КТ-характеристика выявленных очагов патологической гиперфиксации. В данном случае вы видите очаг гиперфиксации при планарном исследовании. Сложно сказать, что это такое. Выполняем эффект КТ и видим, что это, слава богу, спондилодисыт. И, к сожалению, обратная ситуация. Опять же, очаг гиперфиксации патологический. Сложно сказать, что это такое. При планарном исследовании выполняем эффект КТ и видим, что это, к сожалению, метастаз литический в губчатом веществе позвонка. Возможно, и КТ-детекция синтеграфически негативных очагов. Как на данном слайде вы видите, что при планарном исследовании патологических изменений выявлено не было. Выполнили эффект КТ и нашли литический метастаз в шейном позвонке. Этот слайд обычно вызывает у рентгенологов сразу возглас и говорит, вот видите, как хороша компьютерная томография, вот она все видит, и не нужно делать синтеграфию. Но что я показываю в другой слайд? Пожалуйста, возможно, и синтеграфическая детекция негативных очагов при рентгенографии. В данном случае очаги при фиксации в лопатке, в поясничных позвонках, в костях таза. По компьютерной томографии абсолютная норма. Выполнили МРТ, нашли массивное поражение костей. В целом мы посмотрели 227 пациентов, и у нас оказалось, что эффект КТ изменила диагнозы в ту или иную сторону у 37% больных. Ну и дополнительные возможности эффект КТ, они связаны с наличием у нас инъектора автоматического и с внутривенным контрастированием. В общем-то, мы имеем возможность проводить позитивную синтеграфию с МИБИ и одновременно выполнять комьюторную томографию грудной и брюшной полости. Это все в одной программе. Таким образом, мы можем оценить и первичную опухоль, и оценить лимфатические узлы, и оценить состояние печени, легких, видите, очаги и костной системы. Вот еще одно наблюдение. Пожалуйста, видно хорошо опухоль даже на компьютерной томографии. Вот она же при аффект, и вот изменение в печени. То есть, таким образом, пациент за одно обследование получает максимум практически диагностической информации. Ну и в целом, хочу сказать, что эффект КТ метода позволяет нам диагностировать метастатическое поражение региональных лимфоузлов с теми цифрами, о которых я говорил. Это диагностика метастатического поражения скелета плюс возможности КТ с внутривенным контрастированием. Но что касается биопсихинальных лимфоузлов, тогда уже в следующий раз. Благодарю за внимание. Спасибо огромное. Спасибо.